Ребины много, а значит зима будет морозной, гласит пословица. О плюсах холодов говорят медики. Вирусных заболеваний в такие периоды куда меньше. Этой осенью всплеск ОРВИ уже отмечали, когда в сентябре были прохладные дождливые дни. Следующую волну ждут уже через полмесяца. Мытье рук как можно чаще в течение дня, высмаркивание носа, полоскание рта, горло, умывание. Особенно если вы видите, что вы контактировали с пациентом, с больным человеком, тогда, конечно, нужно тут же пойти в туалет, помыть руки, пополоскать горло, нос. И это уже намного снизит риск проникновения в ваш организм вируса. Такие меры профилактики помогут обезопасить не только себя, но и домашних, объясняют врачи. Пока в регионе ситуация стабильная. В среднем уровень заболеваемости гриппом ОРВИ низкий. Но вот дети болеют больше. Так, превышение эпидпорога отмечают среди дошколят, на больничном каждый шестой. Не посещают школы почти треть учеников до 14 лет. Медики напоминают, те, кто пока здоров, могут успеть сделать прививку. В регионе достаточно вакцин против гриппа. Прививку уже поставили больше 500 тысяч человек. Около 20% жителей области. В этом году как-то стали побольше обращаться и делать инъекции. То есть и возраста, так же, как и подростковый какой-то период, и люди более пожилого возраста, они обращаются, да, то есть приходят без показаний, мы не приглашаем, они просто приходят и прививаются. Сознательность проявили и сотрудники канала ОТС. В медицинском кабинете телекомпании сегодня настоящий конвейер. В основном на прививку пришли те, кто регулярно бывает на съемках. Журналисты находятся в группе риска. Общение, круг общения очень большой. И возможность заразиться, подхватить вирус очень велика. Поэтому я твердо убеждена, что ставить прививки необходимо. Это убережет нас от осложнений, и все сотрудники будут в строю, я надеюсь. Кого-то шеф-редактору пришлось убеждать. Другие в необходимости этой процедуры и не сомневались. Ну, это такая стандартная процедура, которую, в принципе, человек, который заботится о своем здоровье, должен соблюдать. Я думаю, что в этом ничего страшного нет. Маленький укол, зато буду спокоен, что не заболею гриппом. Побочные реакции – редкое явление, уверяют иммунологи. От 1 до 4%. При этом тяжелых реакций обострений хронических заболеваний в последние годы не выявлено. Это данные российской статистики. Я тоже насмотрела из сюжетов коллег, была на интервью с медиками, и меня убедили, что такая прививка необходима. Делаю ее в первый раз. Ну, а через месяц мои коллеги планируют поставить дружно прививку от энцефалита. Наталья Цопина, Александр Гуров, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok